О главных событиях в жизни Калмыкии расскажем в информационной программе День Республики в студии Чингис Тихонов. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Самоизоляция и повышенная готовность. Что делать тем, кто возвращается в Калмыкию из стран с коронавирусом? Первое назначение одного из победителей конкурса лидеры Калмыкии Наталья Акай стала директором Государственного театра танца Калмыкии Айраты. В Русском театре драмы и комедии продолжается капитальный ремонт. Какие работы проведены на сегодняшний день расскажем в нашем выпуске. Начнем с оперативной информации. Министерство здравоохранения Калмыкии сообщает, что случаев подтверждения коронавируса по состоянию на 20 часов 24 марта в Республике нет. Всего в регион из эндемичных стран прибыли 158 жителей Калмыкии. Все они находятся на контроле медицинских работников. Из них под домашним наблюдением врачей остается 91 человек, прибывших из эндемичных регионов без симптомов ОРВИ. Госпитализировано в инфекционную больницу листы 12 человек с проявлениями симптомов ОРВИ. Выписано 2 человека. В условиях обсерватора на данный момент находятся 2 человека из категории контактных. Все они должны находиться под присмотром врачей в течение двух недель. В свою очередь главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев выступил с обращением ко всем жителям республики вернувшихся и стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Соблюдать режим двухнедельной изоляции. Домашний карантин распространяется и на граждан, которые проживают с лицами, прибывшими из-за границы. Об основных принципах самоизоляции расскажем далее. На сегодняшний день в Калмыкии изолированы 12 человек с признаками ОРВИ, прибывшие из эндемичных регионов. Главный внештатный инфекционный врач Калмыкии Лариса Имкенова оценивает их состояние как удовлетворительное. Пациенты чувствуют себя хорошо. В данный момент проводятся лабораторные исследования для исключения новой коронавирусной инфекции. Среди больных с подозрением на коронавирусную инфекцию детей нет, сообщает Лариса Имкенова. Для этой инфекции она особенно опасна для людей пожилого возраста, для людей, которые страдают какими-то хроническими заболеваниями. Это сердечно-сосудистые системы, заболевания дыхательной системы, бронхиальная астма, люди с сахарным диабетом. Поэтому именно в этот период этой категории людей необходимо быть очень осторожными. Руководитель Калмыцкого Роспотребнадзора Джангар Санжиев призывает всех прибывших в жители проявить ответственность и пройти медицинское обследование. Необходимо обратиться по горячей линии в ближайшее медицинское учреждение, сообщить личные данные, указать страну, из которой вы вернулись, и точную дату возвращения. Остаться дома на самоизоляции. К вам приедут медработники и проведут первичный медицинский осмотр. В связи с этим я хотел бы обратиться к жителям нашей республики. В первую очередь, конечно, к жителям города Элисты. В соответствии с постановлением номер 7 главного государственного санитарного врача Российской Федерации, все граждане Российской Федерации, кто вернулся из-за границы, независимо от страны, после 18 марта подлежат домашней самоизоляции в течение 14 дней. Также за нарушение требований самоизоляции, сокрытие, наличие болезни или ее передачи окружающим прибывших граждан привлекут к ответственности. Хочу напомнить, что за нарушение требований самоизоляции или за невыполнение требований главного санитарного врача Российской Федерации самоизоляции добровольной, люди подлежат административной ответственности. А в случае, если будет доказано, что он послужил источником заражения других людей, наступает уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы. Ответственный подход и гражданское самосознание станет хорошим инструментом в борьбе с инфекцией. Джангар Санджиев отметил, что опыт таких стран, как Сингапур, Южная Корея, Китай и Япония, показывают дисциплина, а также совместные усилия органов власти и гражданского населения работают. Сегодня задача общества и всех служб снизить нагрузку со здравоохранения, чтобы лечебная сеть оказывала помощь всем, кто в ней нуждается. Я обращаюсь к жителям проявить гражданскую сознательность. Помогите медицинским работникам. Обратитесь, кто вернулся, не ждите, пока вас найдут, не прячьтесь. Это всего лишь медицинское наблюдение. Также просьба к тем жителям Элисты и Калмыкии районов, родственникам тех, кто возвращается из-за границы. Подготовьте им места, там, где сможет человек пройти самоизоляцию. Заготовьте продуктов. На сегодня я прошу вас стать плечом к плечу. Это проверка на сегодня на мобилизацию нашего общества. Если мы сможем проявить такую самосознательность, нашу гражданскую самосознательность, взаимодействие, показать сплоченность общества, что мы можем вместе противостоять таким бедствиям, как эпидемия, стихийные бедствия, мы выдержим все. Работодатели обязаны обеспечить работников всеми мерами защиты. Организация термометрии сотрудников каждые 4 часа, недопущение к работе сотрудников с температурой и недавно прибывших в республику из других регионов России или из-за рубежа. При необходимости переводить сотрудников на удаленную работу. По первому требованию представителей Роспотребнадзора и здравоохранения предоставлять списки требуемых работников. Игорь Манжиев, Владимир Цуглинов, Очерубушаев, День республики. С пометкой «Срочно». В очередном соседнем регионе, теперь уже в Волгоградской области, зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Заболела молодая женщина, прибывшая вместе с семьей 15 марта из Объединенных Арабских Эмиратов. В настоящее время изолированы. Тесты у мужа и ребенка отрицательные. Все пассажиры рейса также находятся в карантинной зоне. Продолжаем следить за ситуацией. В связи с карантинными мероприятиями по гриппу введен запрет на проведение массовых мероприятий, занятий в кружках и секциях. Также приостановлена работа кинотеатров в столице. В общественном транспорте, в местах общего пользования, на объектах общественного питания и торговли введен режим дезинфекции и соблюдение масочного режима. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует соблюдать меры, предосторожности, чаще мыть руки и использовать антисептики. Администрация города Элисты утвердила постановление о запрете в учреждениях и предприятиях, организациях, расположенных на территории города Элисты, независимым от формы собственности, проведение всех культурно-массовых мероприятий, то есть спектакли, киносеансы, концерты, выставки, кружковые, досуговые кружки. В связи с эпидемическим подъемом заболеваемости гриппем ОРВИ с 23-го числа до особого распоряжения. Центральный Хурул Калмыкии вносит временные изменения в режим работы. В период эпидемического подъема заболеваемости гриппем и ОРВИ с 24-го марта до особого распоряжения отменяется проведение на территории Хурула массовых мероприятий численностью участников более 50 человек. Также закрыт доступ для посещения храма иногородним и иностранным гражданам. Ежедневные службы и индивидуальный прием отменяться не будут, но руководство Хурула настоятельно просит соблюдать все миры санитарной предосторожности. Всероссийский Центр изучения общественного мнения на основании проведенного социологического опроса выявил наиболее важные, по мнению россиян, поправки Конституции страны. На первом месте поправка относительно доступности и качества медицинского обслуживания. Рядом расположилась поправка о признании детей приоритетным направлением госполитики. Обязательную индексацию пенсии и адресную соцподдержку считает такой же важной, как и защиту уникальной природы России. Также 9 из 10 россиян выступают за важность признания государства ответственным за защиту прав трудящихся и установлением род не менее прожиточного минимума. Распоряжением главы Калмыкии Бату Хасикова на должность нового директора Государственного театра танцев Калмыкии Айраты назначена Наталья Акай. Напомню, она является одним из победителей конкурса кадрового резерва «Лидеры Калмыкии». В республике Наталья Акай известна как общественный деятель. Также она участвовала во многих образовательных конкурсах. Один из успешно реализованных проектов – это социальный приют для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Работа вообще директора культурного учреждения и любого другого, она всегда заключается в администрировании и хозяйственной деятельности. То есть я такой менеджер, так сказать, управления. Всей творческой частью будет заниматься художественный руководитель, постановками, спектаклями и так далее. Я буду заниматься организацией гастролей, продвижением нашего театра танца за пределами нашей республики, для того, чтобы повышать его известность, повышать покупаемость билетов на наши концерты. Я буду заниматься всеми хозяйственными нуждами, потому что у нас на сегодняшний день есть проблемы огромные с помещением, и нам необходимо переезжать куда-то. К другим темам. В Лагане заработал мини-цех по сбору и первичной переработке пластика. Социально-ориентированный бизнес открыл местный житель Сергей Гавиров. Пока работает один станок-прессовка. Скоро купят еще два станка для измельчения мусора. Цех открылся меньше месяца назад, но уже набирает обороты и становится востребованным. Жители района активно сдают пластик. Также готовы сотрудничать с лаганским бизнесменом заводы по переработке пластика из Ивановской области и Ставропольского края. Поддерживает проекты и районы муниципалитет. Глава РМО Ачир Ачиров помог в предоставлении помещения с низкой арендной платой. В Республиканском русском театре драмы и комедии ремонт здания перешел в стадию отделочных работ. Уже выполнены фасадные кровельные работы. Также здание теперь оснащено противопожарной системой. Напомню, в конце 2018 года театр был закрыт из-за нарушений в системе пожаротушения. По сей день актер выступает на подмостках Национального драмтеатра имени Басангова. Директор русского театра Виктор Хаптаханов отметил, что после ремонта увеличится количество посадочных мест в зрительном зале. Кресла станут гораздо удобнее. Здесь уже заменили пол. Также планируется техническое переоснащение. Старая аппаратура подлежит списанию, так как служит театру почти 60 лет. Сметы, которые мы заявку подали сейчас в наше министерство, министерство финансов, если так вот раскрывать секреты, оно превышает почти в два с половиной раза стоимость всего ремонта. Нынче хорошая техника дорога. А чтобы это все работало, и чтобы зритель действительно получал восторг от современных технологий, когда все работает, все движется. Преобразятся гримерки, кабинет звукорежиссера, мастерская, где изготавливаются декорации и другие материалы, нужные для постановки, расширится. Кроме того, будет облагорожена прилегающая к театру площадка. В рамках достигнутой договоренности со столичной администрацией на площадке будет уложена брусчатка, установят скамьи и фонари. Существует график ремонтных работ. И на подрядчика нашего, который это осуществляет, грех жаловаться. Они делают то, что нужно делать. В этом году, к открытию нового сезона, мы откроем двери для нашего зрителя. В выпуске новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV «Зеленые точки Ростелекома» на сайте Рея Калмыкия в специальной вкладке. На этом у меня все. Далее прогноз погоды на завтра. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. В ближайшие сутки в Калмыке ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха по республике ночью плюс 2, плюс 4, днем 11-14 градусов тепла. В Алисе ночью плюс 3, плюс 5, днем воздух прогреется до 12-15 градусов. В последующие двое суток ожидается ясная погода, возможно, небольшое повышение температуры воздуха. Субтитры создавал DimaTorzok